И снова здравствуйте, с вами Дэв. Ну а сегодня перед нами обзор фигурки от компании Нека. Это Falconer-хищник в полу-стелси от компании Нека, выпущенный в 2012 году. Давайте, как обычно, ознакомимся немного с биографией этого персонажа. Сказать здесь можно мало о чем, потому что, к сожалению, комиксы Хищника я не читал, поэтому какой-то внутренней биографии или же истории углубленной я о них не знаю. Все, что я знаю о Хищниках, это то, что я смог подчеркнуть из некоторых статей и, разумеется, в фильмах. По мифологии фильма 2010 года, Хищники, собственно, из которого эта фигурка и была взята за прообраз, Falconer-хищник это более новый вид Хищников, который руководствуется больше ихними технологиями, нежели своими инстинктами и силой. То есть он предпочитает охотиться на своих жертв, используя хай-тех гаджеты, используя модернизированные костюмы и также дрона, который, собственно, называется Falcon, то есть сокол. Поэтому, если дословно перевести, то это можно сказать соколиный хищник. В фильме его было показано очень мало, несколько кадров самого дрона, а также эпичный финальный бой на мечах. Вроде бы с представителем Якутзы и звали его Ханзо. И человек, и хищник этот бой не пережили. Давайте посмотрим на коробку, в которой идет эта фигурка. Коробка стандартная для линейки хищников от компании NECO, то есть большая прозрачная коробочка, которая показывает полностью всю фигурку. Очень красивый задний фон у него, форма симпатичная. Название хищники, название самой фигурки соколиный хищник Falconer Predator. А также приписка, что в комплекте идет съемное кистевое лезвие и сам дрон. Лезвие, хотя я не вижу. На оборотной стороне немножко биографии самого хищника, кадр из фильма и остальные фигурки из этой линейки. Вроде бы она числится седьмой. Естественно, классическая надпись NECO collect them all, которая мне не перестает напоминать мультик из начала 2000-х. И возрастные ограничения здесь для детей после трех лет. Значит, мне эту фигурку открывать можно. Но давайте откроем его, посмотрим, что внутри. Итак, фигурка открыта. Фигурка на самом деле очень интересная, своеобразный такой подход к исполнению и покраске. Но давайте поговорим об этом более детально. Давайте посмотрим на аксессуары, которые идут с ним в комплекте. Как я и говорил в самом начале, по надписи на коробке о кистевом лезвии, производители нас не обманули, оно действительно есть, просто оно очень интересно замаскировано. А именно вот этот вот дрон, то есть сам этот сокол, он разбирается. И из него можно вытащить два вот таких вот лезвия, которые благополучно можно убрать ему в кисть. И получится каноничная картинка. Как раз таки именно этим лезвием в фильме он и дрался с Ханзо. Достаточно симпатичная вещица из тонкого пластика. Но очень хорошо сделана, хорошо вырезана, никаких помарочек нету. И также замечательно покрашена. На ней есть определенные напыления, потертости. Это не может не радовать. Ну и сам дрон. Собственно то, из-за чего этот хищник так и называется. То есть сокол. Дрон сделан очень и очень хорошо. Огромное количество трубок, болтиков, заклепок, всяких лампочек и так далее. Все на месте, все у него есть. Покрашен он тоже достаточно хорошо. В основном в те же самые цвета, что и вся фигурка. То есть черный, серый и небольшое напыление металлика серебряного. И естественно красным обозначены места, где должны быть по идее его лампочки. Выглядит это дело очень интересно, очень симпатичный, приятный аксессуар для фигурки. Мне лично нравится. Но можно к этому и придраться тоже. Он крепится на вот таком штырьке, который можно убрать либо же хищнику за спину. Вот сюда. Здесь он держится отлично, очень туго, очень хорошо, никуда не падает. Даже штырек остается внутри. А вот то, что касается основной позиции, а именно в руку. Тут очень красиво спрятано это отверстие. Его практически не видно, но оно там есть. Вот так оно убирается сюда. И вроде как держится, но вся проблема вот в чем. Он практически на месте не стоит, то есть это отверстие очень разболтанное. Но это исправить можно, скорее всего я так и сделаю. А именно я просто поставлю этого сокола на горячий клей сюда. Он как раз прозрачный, по идее должно смотреться нормально. Ну да ладно, приступим к самой фигурке. Давайте ознакомимся с самой покраской этой фигурки, а именно как он выкрашен и как к этому подошли создатели из компании NECO. Покрашен он очень хорошо, очень красиво, очень своеобразно. Это мой первый хищник в стелсе, поэтому я пока что в полном восторге от этого всего. Во-первых, естественно, что сразу же бросается в глаза, и что мне кажется проговаривать не надо, но все-таки, это то, что фигурка в полу стелсе, то есть она полупрозрачная. Она в буквальном смысле полупрозрачная. И это сделано очень хорошо, это сделано очень качественно. Те же места, которые покрашены, сделаны у него очень и очень красиво. Попробую приблизить. Тут и напыление есть. Опять-таки, основные цветы те же самые, что и на соколе, то есть это черный основной, сверху коричневое и серое напыление. Сделано это просто великолепно. Покраска фигурки у меня вызывает полный восторг. И лепка фигурки тоже находится на очень хорошем уровне. Это не разные куски фигурки, это полностью прозрачная фигурка, просто половину из нее покрасили. Текстура кожи у него отличная. Шероховатости, неровности, углубления. Все есть, все сделано замечательно. Дреды тоже выполнены очень хорошо. Половина также прозрачная, половина покрашенная. Из мягкой резины. Они не сковывают никак движение головы. Это замечательно. Также маска. Может казаться, что она снимается, но, к сожалению, это не так. Она крепко пришита на голову. Я бы снимать ее не решился. Также на нем есть и внешняя броня, которая более-менее свободно на нем сидит. То есть это наплечник, который вроде как можно снять. Он сделан из мягкой резины. И вот тут интересная деталь, которая тоже из-за прозрачности с первого раза не бросается в глаза. Это тоже кусочек брони. Он крепится вот так вот на ногу и идет от штанины. Это тоже очень хорошо и очень классно. В целом ребята из компании Neki проделали отличную работу для того, чтобы сделать вот такую по-своему уникальную и очень интересную фигурку. Давайте посмотрим, что у него по суставам. Из суставов я насчитал их 16 штук. Голова крепится на шаровом шарнире, но из-за массивности самого черепа очень плохо двигается. То есть хищник может смотреть вниз и чуть-чуть поднимать голову до прямого угла. Наверх он смотреть не будет. Также голова свободно вращается на все 360. Как я и говорил, дреды никаким образом не сковывают его движение. В плече стоит обычная петля, которая позволяет руке подниматься вперед. На 360 градусов вращения не получится. Из-за того, что сковывает движение на плечник, хотя он из мягкой резины. И также рука чуть-чуть поднимается вверх. Вот так. В локте установлен двойной сустав, который позволяет локтю вращаться на все 360 и гнуться от прямого угла до почти 90 градусов. Почти, чуть-чуть не доходит. И кисть установлена на шаровом шарнире. То есть она свободно вращается на все 360 и чуть-чуть ходит из стороны в сторону. Движение кисти сковывает небольшая часть браслета. Я не уверен, насколько камера будет его фиксировать, поскольку он прозрачный и очень маленький. С другой стороны то же самое с руками. Пояси в диафрагме суставов нету. Но у фигурки присутствует очень интересный сустав, который крепит туловище и ноги, а именно в бедрах, что позволяет фигурке вращаться на все 360 и чуть-чуть ходить из стороны в сторону, вперед-назад. В бедре установлен обычный сустав, который позволяет ноге чуть-чуть подняться вперед, чуть-чуть оттопыриться назад. Хотя даже вращение на все 360 тоже можно получить от этого всего дела, но не нужно. Нога не поднимается в сторону. Также чуть-чуть ниже установлен сустав, который позволяет ноге вращаться вокруг своей оси на 360 градусов. В коленке стоит одинарный сустав, который позволяет колену чуть-чуть гнуться. И в щекотке стоит вот такой вот интересный сустав в форме ботинка, который позволяет щекотке вращаться на все 360 и чуть-чуть ходить из стороны в сторону. Потому что вот эта часть сделана из мягкой резины, именно она позволяет щиколотке чуть-чуть ходить из стороны в сторону и давать нам вот этот замечательный сустав для устойчивости фигурки. Из дефектов хочется, конечно же, заметить дрона, как я уже говорил, который очень плохо держится в руке, его придется там каким-либо образом фиксировать. И стандартная проблема хищников, а именно суставы. Поставить его в какую-то симпатичную позу очень и очень сложно, поэтому приходится использовать вот такие вот подставочки прозрачные. Без них фигурку поставить крайне сложно и она постоянно падает. Это мой второй хищник от Неки. Первый постоянно падал, в результате этого сломалось и его копье, которое шло с ним в комплекте, и пушка. Поэтому приходилось это все дело клеить, это неприятно, когда фигурка не стоит на полочке. Вообще я не фанат хищников и именно суставы это одна из самых веских причин этого. Советую ли я покупать его? Достаточно сложный вопрос. Скорее я оставлю его решать вам непосредственно. Это зависит от того, насколько вы фанат хищников. Фигурок очень много, их постоянно производят, они все разнообразные. Я не являюсь фанатом хищников, поскольку мне не нравится то, как у них сделаны суставы, я об этом уже говорил. И я не фанат подхода, который использует Нека в создании фигурок. А именно, это получается уже вторая вариация этой самой фигурки. Первая была обычная цветная, сейчас они сделали его полупрозрачным, потом он выйдет еще прозрачный, а потом они могут его еще покрасить в пиксельные цвета и выпустить как совершенно отдельную линейку. Мне не совсем нравится такой подход к вещам. Мне больше нравится, когда выпускается одна фигурка за более большую сумму, но при этом в нем есть куча аксессуаров и фигурку можно каким-то образом изменить. Нежели делать постоянные вариации одной и той же фигурки, добавляя некоторые небольшие детали. Фигурку я приобрел всего за 22 евро, поэтому решать вам, согласны ли вы отдавать за хищника такую же сумму. Сумма в принципе небольшая, но и немаленькая также. На этом думаю можно заканчивать. Как обычно я хочу напомнить, что я приветствую любую конструктивную критику. Связаться со мной очень просто, это можно сделать либо в комментариях к этому ролику на ютюбе, либо же через мою группу вконтакте. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал и даже можете поставить лайк, мне от этого действительно будет приятно. Благодарю вас за просмотр, умейте радоваться мелочам и не отказывайте себе в удовольствиях. Всего доброго!